Здание причудливой формы из стекла, бетона и камня. Так выглядят музеи современного искусства в разных уголках мира. Будь то филиал музея Гугенхайма в Бильбао или Соумае в Мехико. Скоро такой появится и в Уфе. Инициатором его строительства стал директор Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Музей современного искусства, он современен тому времени, в котором он основывается. То есть если мы говорим про музей современного искусства Гугенхайма, вот он современен, когда он был построен в второй половине XX века. Коллекция формировалась еще раньше, за 50 лет до этого начала формирования. Если мы говорим о музее в Бильбао, это 90-е годы, конец 70-х, 90-е годы, это строительство вот этого музея. Если мы говорим о Помпиду на Центре, это 70-е годы. Если мы говорим о музее Наиля Лутфурена, который у нас, это конец 90-х, начало 2000-х годов. В 2013 году в Уфе открылся первый творческий кластер – Центр современного искусства «Облака». Его директор Валериан Гагин признается, что в успех этого места тогда мало кто верил. Однако через некоторое время «Облака» объединили самых разных людей. Целью «Облаков» было посмотреть, что происходит в сообществе, сформировать сообщество. Потому что креативный кластер – это не стены, это не образ архитектурный. Это люди, которые это сообщество делают. И мы точно знаем, что вот это сообщество, вот эти вот стены, они должны быть очень мобильными. Потому что общество очень быстро трансформируется, появляются новые смыслы, новые команды, новые идеи. Буквально через год после открытия «Облаков» команда Центра поняла, что нужно расширяться. Тогда и родилась идея строительства в Уфе Большого Центра современного искусства. Появилась она спонтанно, потому что мы пришли и сказали, что нам нужно большой центр построить. Она сказала, слушайте, ну вот там гектара, двух, нет у нас трех. Но есть у нас заброшенный парк, парк Калинина, давайте туда идите и посмотрите. А там 56 гектаров. Однако музей не может одиноко стоять среди деревьев. Чтобы создать магнит для жителей и гостей города, было принято решение о поиске инвесторов. Более двух десятков компаний изъявили желание присоединиться к амбициозному проекту – создать парк искусств. Кейные коробки, теннисные корты, футбольное поле, центр танцев, большой развлекательный блок, картинг, мото-клуб, мотоциклетный наш хороший, сервисный блок большой, еда. Вроде как собрали, все хорошо, проект сложился, сделали проект планировки, вложили денег, изыскания. Но потом вы помните вот эту нашу историю. Город решил, что у нас там какие-то другие планы есть. Идея вырубить лес не понравилась и радио Хабирову. Позже Ульфат Мустафин сообщил, что в парке Калинина будет построен волейбольный центр. После этого проект парка искусств отправили на доработку. В начале этого года ему нашли место – на площади за молодежным театром в центре Уфы. В квартале, о котором мы сейчас будем говорить, находится молодежный театр, находится Академия наук, расположен музей Ленина, площадь двух фонтанов, мюзик-холл, частная школа, офисный центр стоит. Это пространство, все целиком из квартала, может стать очень посещаемым, очень творческим, очень туристическим и очень полезным для всех горожан. После публикации предполагаемого макета центра Валериана Гагина не только похвалили. Ему досталась и солидная порция критики. Уфимцам главным образом не понравилось местоположение будущего центра. Любая стройка причиняет какие-то неудобства. Во-первых, меняется привычная среда. Даже в квартире, в доме своем делая ремонт, тебе в любом случае это неприятно. Ну, безусловно. Кто-то там, пытаясь говорить, что вы снесете все, да нет, не снесем. Более того, вся эта территория потребует дополнения какого-то, более качественного, конечно, дополнения зелени. Потому что, ну, палки, когда растут, это не совсем правильно. Впереди работа над проектом межеваний и планировки квартала. Оформление документов займет около года. А впереди общественное слушание и поиск компромисса. Почему мы совершенно спокойно, по сути, без документов взяли, выставили? Потому что, ну, так надо спрашивать людей, а как там иначе? Потому что сейчас нужно обсудить, вот эти все недопонимания снять. Что будет происходить, как это будет происходить, для чего это делается. Вот мне все... Большая часть проектов – это хорошие проекты. Черт побери, ну, люди не воруют ничего, они хотят делать классные вещи. Давайте мы расскажем об этом. Со спорами о внешнем виде нельзя забывать о наполнении кластера. Там разместятся мастерские, галереи с дневным светом, проекционный центр, творческие студии. От вокала до рисования. Пошли в молодежный театр и договорились о совместном проекте. На одной площадке сделали. И это будет происходить. Пошли в мюзик-хол и договорились о кроссфик, о каком-то платформенном взаимодействии. И сделали это быстро, хорошо. Пошли, вместе все сделали. Получился большой фестиваль. Это те вещи, которые очень просто делать, когда ты находишься рядом. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов рублей. Сам парк искусств будет построен на средства инвесторов. Его планируют открыть в 2024 году, к 450-летнему юбилею Уфы. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов и Сергей Ямаев. Телеканал ЮТВ.